Нога еще галит синяя. Ну рука вот, поворачивает в сторону. Синяки и ссадины остались молодым людям в подарок после дня рождения. Родственники и друзья отмечали совершеннолетие Олега Голованова. По дворе его дома признаются. Вечером по малой нужде отлучились за гаражи. Рядом китайские рабочие строят дом. Там же находится их общежитие. Откуда-то оттуда, говорят, они и появились. Я смотрю, что бежит толпа и бежит на меня. Ну человек сначала, может, человек семь был. В руках у них, у кого трубы, у кого палки. И все, и начал убегать. Потом думал, а что я вообще убегаю, ничего же вообще не сделал. Остановился, думал, что вообще такое. И вот так накинулись. На помощь поспешил друг-именинник. Илья зашел за гараж. Я зашел также за гараж, но трон уже убегает от толпы. Ну я подбежал, поставил его за спину. Думал, а что происходит. Начал их успокаивать. Давайте, говорю, пообщаемся. Они меня не понимают. Ну все, в ответ на мои все успокоения. Они мне пару раз всекли. С кулаками все недели. Только палки были и трубы. Парни говорят, в избиении участвовали больше 10 человек. И если бы не родственники, для них все могло закончиться плачевно. Бьют наших парней. Мы поэтому все родственники побежали. А как вы думали? Мы побежали. Мы не бить китайцев побежали. А мы унять всех побежали. Били палками железные трубы. Били и вот так били. И по ногам били. И руки поврежденные. И спины вот сильно поврежденные. И ноги. Там просто как бы шибко не углядишь, потому что такая суматоха. Заступиться за парней собралось много людей. Родственники, друзья, соседи. Китайские рабочие отступили. Местные ребята собрались идти бить китайцев. Поэтому мы до полтретьего с женой и там еще два человека. Просто-напросто сдерживали толпу, чтобы они не пошли общежитие. Пострадавшие молодые люди уверяют понятия. Не имея чем спровоцировали китайских строителей. Оба пострадавших написали заявление в полицию. Но однако там пострадавшие были со стороны китайцев, но от них пока заявление не поступало. Потому что там еще ситуация не так однозначна, что китайцы избили наших молодых людей. Китайцы на это говорят, что молодые люди проникли на стройку, на строящийся объект. После того, когда им было предложено покинуть его, тогда и завязалось словесное. А вы знаете, что наши молодые люди не стесняются на выражение, правильно? После чего вот этот конфликт и возник. По факту ЧП сейчас ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении, либо отказе в возбуждении уголовного дела. По статье 116. Побои. Предварительно люди в погонах и местные чиновники не верят, что миролюбивые и неконфликтные, по их словам, китайцы, могли накинуться на парней безо всякой на то причины. Глава местного сельсовета выезжал на место ЧП. И после объяснения молодым гражданам, что сейчас будем разбираться с помощью полиции, почему-то все утихомиривались и уходили. И оттуда, снова с этого места. То есть там как бы ситуация неоднозначная. Наши попытки самим поговорить с китайскими строителями успехом не увенчались. Вы по-русски говорите? Нет. Нет? Мне сказали, что вы говорите по-русски. Власти говорят, это первый такой серьезный конфликт китайских строителей и местного населения. Родственники пострадавших уверяют, недовольство копится давно. Есть вопросы к поведению гостей из Поднебесной. Чтобы конфликтов больше не повторялось, глава местного сельсовета обещал поговорить с жителями и выяснить, чем они недовольны. Уже через пару месяцев проблема может решиться окончательно. Закончив все работы, строители должны уехать. Ольга Канюшкина, Иван Черных, Альфа Новости, Тамбовский район.